хотел просто сегодня поговорить обо всем о всем что происходит сегодня у нас калмыкии как ведется собственно борьба борьба нашего правительства с такими как я людьми которые не молчат какими путями какими какие инструменты они используют прошу прощения за такую немножко не связанную речь эфир очень спонтанный сначала я прям обрежу еще раз медит медит к интернет к талан золотной здравствуйте друзья здравствуйте друзья всем подписчикам здравствуйте хотел бы начать с чего все началось далеком 2014 году это было семь лет тому назад и только только там за 30 было у нас были выборы на главу на главу или главу калмыкии и я услышал что что в калмыкии появился такой очень яркий представитель который мог бы что-то изменить который не являлся аффилированным с гимоник аффилированным с орловым с кирсаном из прочего это вот непонятной команды звали его владимир мацаков тогда мне мой канал не назывался за мой канал звался наши калмыкия только-только начинал осваивать осваивать просторы интернета интернет у меня появился небольшой канал и вдруг появилось общественное движение наши калмыкия я начал интересоваться что это за движение понял что движение патриотически настроенных людей людей готовых готовых пожалеть даже не жалея своих собственных сил делать что-то для развития республики для развития нашей калмыкия ну собственно я не долго думая я пришел пришел владимир мацакову для того чтобы понять что это за человек нужно было личная встреча потому что есть такой вот непонятная у меня не знаю принцип чтобы понять какой человек нужно сначала личное знакомство аж поговорить с ним поговорить с ним и сделать кое-какие выводы меня ему а потом уже сделать выводы что это за человек мне владимир мацаков очень сильно понравился это был такой открытый яркий очень добрый светлый человек как у нас говорят с огнем в глазах и со светом в теле до со светом в лице потом мне предложили предложили от гражданской платформы тогда владимир мацаков выступал вместе с гражданской платформы выдвинуться в депутаты элистинского городского собрания попробовать себя от там района территориального первого микрорайона собственно я желанием не горел но меня убедили сказали что возможно может быть интересно чтобы наши люди были представлены в администрации города и чтобы было чтобы можно было влиять на политическую жизнь города собственно я пошел но так как он там нужны были определенные определенный пакет документов я собрал и отправил и выяснилось что окажется 2007 году у меня было уголовное дело но то что это было уголовное дело я даже об этом не подозревал потому что кто меня помнит у меня был видеопрокат на улице клыково улице клыково в подвале 128 дома назывался он видеопрокат зум но в те годы наверно было такого рода проката было очень много сначала были кассеты потом 9 диски но собственно у меня был 9 диски игры игры компьютерные мы выпьем такой небольшой маленький бизнес где являлся и сотрудником и и директором не все на свете но в один из рейдов в один из дней ко мне пришли пошел рейд по контрафактор продукции в общем всю контуру всю всю продукцию меня изъяли всю продукцию меня изъяли и дальнейшем чтобы договориться но то чтобы договориться о возврате не сказали давай сделаем так чтобы у тебя было административное дело ты согласишь с определенными вещами там суд 200 тысяч штраф повесит ты его заплатишь и все аннулируется вообще без проблем и диски мы тебе вернем и все будет хорошо собственно я согласился на тот момент был мне там чуть больше двадцати лет 2006 до 2006 год я хотел вам так просто показать эту справку решение суда хотел объяснить к чему я вообще об этом всем говорю потому что вот буквально месяц полтора назад про правительственные каналы степные санитары выпустили видео где меня обвиняет там безработным где меня там безработный блогер создатель порнографической продукции еще и детской порнографической продукции в общем были на меня ушат грязи где и почему я вообще я обычно не обращал внимание на такие вот высказывания потому что считал что ну люди которые меня знают они знают что ничего подобного такого не было но работая в такси один из таксистов сказал что подвозил женщину это был учитель и учитель сказал что вот так и так и она на полном серьезе считает что я в свое время до занимался производством и созданием порнографической продукции еще тем более детская по решению суда мне вынесли две с половиной тысячи рублей штрафа это даже ниже минимального я об этом даже не знал что это уголовное дело потому что мне говорили что это будет административное дело меня оформили как не как хозяина как продавца наемного работника из-за этого в общем такая кому-то и звездочка упала кому-то разрешение разрешение вот это определенного там до дела но мне кажется получается поломалась жизнь но никак не сломала жизнь но я вообще себя с государством никогда не аффилировал поэтому не было все равно я никогда не работал на государственной работе и для меня было все равно что административное дело что уголовное дело какая разница я все равно на работу устраиваться не буду собственно я возвращаюсь 14-му году мы подали заявку меня не приняли сформулировка что у меня было уголовное дело вот по этой статье и в общем мои документы не приняли ну я продолжил поддерживать информационную поддержку общественному движению нашей калмыкии а также владимиру мацакову как реальному кандидату и человеку которому я доверял я думаю что он действительно сможет изменить изменить положение дел в городе потому что у него было за плечами очень мощная очень мощный пример да он построил целый район что я так думаю никому не удавалось у него на работе работали только жители республики калмыкия он не нанимал выходцев и средней азии то есть чтобы удешевить труд и как-то чтобы было дорого чтобы сохранить свои средства в кармане он не нанимал таких вот людей это был принцип и тем самым мне очень нравился да то есть что там более тысячи работников у него находилась но после после его выдвижения голову его всеми путями не допустили как вот кто наверно помнит в девятнадцатом году не пустили нам сыр манджиева всем путями он не пустили даже до этапа регистрации закосили его и в общем человек после этого там чине двух лет полностью обанкротился уничтожили его бизнес и прочее 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 как на одном из видео санга же алексеев рассказывает о том что в те годы как раз таки велась борьба с бизнесменами которые у которых оборот был более 100 миллионов год я предполагаю что тем самым зачищалась такое общественное поле для потому что гайки с каждым годом все сильнее и сильнее закручивались и если бы на как он называется на общественном поле находились вот такие вот сильные люди а сильные и финансово независимые люди то скорее всего скорее всего все могло бы повернуться иначе потому что например наблюдательный полк в этом году был полностью инициирован людьми не получившим из-за этого никаких там до финансовых вознаграждений ничего такого на то есть они на полностью на собственных там силах на собственных идеях в итоге вытянули и результатом вы видели проигрыш единой россии в городе листа по крайней мере в одном из в столице единая россия проиграла пусть не с небольшим отрывом но по результатам всего времени единая россия потеряла более там 40 процентов или 30 процентов голосов это очень сильный результат на самом деле просто благодаря тому что он на избирательных участках были наблюдатели которым было не все равно после моего участия в выборах после моего участия в некоторых митингах когда с молотка орлов николов алексей маратович с молотка хотел отдать листа водоканал непонятно кому мы выходили на митинги в общем в итоге удалось состоять или листа водоканал после этого когда все закончилось я собственно немножко затих но у меня был маленький бизнес сам не открыл кинотеатр уже 2 наверно да и он там в районе дружбы вы знаете в дружбе у меня был маленький кинотеатр собственно вокруг него я и развивался не обращал внимание на то что были засланные там ребята иногда приходили там да дети ну как оказывалось что это дети на самом деле приходит здоровый лоб которому там на вид лет там 30 он даже старше меня выглядит приобретал пиво там со в 11 после этого приходили как бы контрольная закупка после этого приходили полиция оформляли штрафы в общем такое знаете финансовое давление но я на это не обращал внимание потому что думал ну мало ли ну ошибся там продавец продал неправильно ну ничего страшного такой бывает но когда это получит произошло в первый раз потом второй раз пришло третий раз я уже понял что это это целенаправленная ну как вы знаете показательная порка что ли что вот да кстати это вот очень яркий наверно важный момент до выборов тебя вообще не трогают ты можешь хоть что делать тебя абсолютно никто трогать не будет потому что это перед выборами выживет общественный резонанс что может снизить там до правящая партия определенные проценты до выборов тебя не трогают после выбора прям буквально два месяца начинает долбить со всех сторон то есть все весь подключается весь административный ресурс после этого окон на хашки и в лице окону на хашки его на меня начались нападки но в то время уже развелся кинкатор остался моей супруги бывшей и на супругу начались нападки в чине года она отбилась от трех судов но естественно все это дело закрывали то пожарники то еще что-то то пятое-десятое короче для меня даже доходила информация о том что окон на хашки и находясь там на на планерке рано утром определял определенные объекты которых надо кошмаре то есть он там говорит вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти в том числе и получается мой объект попадал под под кошмары до кошмары которые устраивались окон на хашки ну это неправильно это игра не по правилам если например я выступаю против вас то и борьба против сопротив меня должна быть причем здесь родственники не всегда так считал но к сожалению силу нынешняя власть она она не чурается ничем на самом деле никакими грязными способами делает все возможное чтобы но лишить тебя какого-то средств к существованию либо тебя выдавить из региона что собственно происходило на протяжении последних наверно 10 лет уже это явно открыто весь маломальский свободный независимый бизнес был уничтожен на скалмыки сегодня бизнесом занимаются только те кто приближен к администрации у них есть там государственные подряды это они находятся на волоске в любой момент они могут обвинены быть в мошенничестве как например сделали это с ангиджи алексеевым они просто не выплачивают деньги по контракту задерживают он не успевает в сроке отдать объекты собственное начинается на него суды и вот так вот с ангиджи алексеев был да и в принципе многие в том числе и в том числе и владимир мацаков были осуждены несправедливо сразу хочу отметить это я как бы подвожу итоги но не жалуюсь потому что я знал против куда к против кого еду за что я борюсь и многие там говорят это это борьба с мельницами ты как дон кихо зачем это тебе нужно ты там страдаешь и прочее то есть у меня был определенный определенный запас определенный запас моих возможностей до какой степени я мог например выносить определенные нападки да вот здесь у меня были какие-то решения если они закроют меня здесь я смогу уйти сюда если они закрою здесь я смогу зарабатывать туда и для меня как-то особо не было как говорится да вот как вот как наверно спортсмены говорят или там тяжело атлеты вот я мог взять свой собственный груз но не больше и не меньше за чешую за чужой за чужой я не хотел данный пример не страдать без желания не было у меня и да и вообще я себя никак не аффилирую ни жанны дарк низ не знаю танка который выдал сердце чтобы осветить путь людям многие говорят что результата нет но опять же за семь лет с четырнадцатого года я могу ярко и смело ответить что результат очень большой многие люди поняли как какую политику ведет администрация многие люди сегодня осознали что такое выборы потому что в четырнадцатом году на выборы практически никто не ходил и вы видели какой был результат в девятнадцатом году также на выборы никто не пошел и поэтому было возможно 82 процента за за бату сергеевича хасик я уверен что участвую он в девятнадцатом году в честных выборах поддержка была у него он бы выиграл без сомнения он бы выиграл но поддержка была бы намного меньше и он бы я так думаю ну хотя бы на внутреннем уру не понимал что вот эти люди меня поддержали я как бы готов бороться там за них вот хотя бы хотя бы их за их он благополучие я буду там биться или там ну не знаю как возвращаемся к к двадцать первом году выбора вот все лето мы готовились наблюдательный пол готовился я к сожалению находился в стороне занимался своими проблемами у меня там небольшие сложности были семейные сестры свадьба была я к этому готовился я просто сказал что дни выборов на трехдневные я приду и буду освещать все что будет происходить там за неделю до этого мы начали вести небольшие прямые эфиры вы все это видели и собственно на сами выборы закончились вот с таким вот результатом говорить о том что грязи было очень много вылета на этих выборов то знаешь вообще не говорит ни о чем на сегодняшний день после этих выборов люди просто даже поменяли мнение что что-то возможно что-то возможно изменить там до руки руки опустили уехали за границу тогда рискуя с семьей детьми через через мексиканскую границу там до пересекли и уехали в общем подальше от всего этого беспредела который здесь творится собственно что и произошло я к этому готовился через два месяца на меня началась охота к сожалению наши люди думают что там общение со мной либо там работа со мной как-то их не знаю там очерняет это например как ситуация с дмитрием шараевым когда во время пандемии я обратился к нему говорю приди ко мне ну там на поиграй на дамбре небольшой сделаем эфирчик там да людям делать нечего давай сделаем там запишемся он мне очень мягко там корректно попросил сказал о том что он просто занят занят будет постоянно и прийти ко мне вообще никогда не сможешь ну что собственно меня немножко сбила с толку потому что но я вообще человек за то чтобы говорили прямо нет нет я не смогу потому что вот так и так потому что нам не прекратят там за прикроет краны я там не смогу общаться там я не смогу заказы получать и прочее прочее ну что я буду обижаться что ли тут то твои твои проблемы ничего страшного и потом приходили заказы на съемку потом тут же отказы с формулировкой он не с нашей команда с какой тогда и команды я так и не понял в общем люди у нас либо запуганы либо настолько готовы прогибаться что ну что или длине прогибаться не знаю для кого-то деньги это верх на самая главная ценность жизни материальный материальный достаток это самая главная ценность жизни как и в одном из интервью бату сергеевич говорил что вас мотивирует на дальнейшие успехи он сказал деньги и сегодняшняя команда показывает что важно и главное для них это деньги то есть честь совесть это вообще слова которых наверно они не знают потому как через два месяца на меня началась охота так как я нигде не работаю был уволен со всех организаций где этом возможно работал и прочее нигде не работал мы супруги сейчас кстати не знаю там можно меня поздравить мы сейчас супруга ждем двойню у нас близнецы будут вот такие вот дела в марте что близнецов думал ну значит пойду в частный извоз давай попробуем взять в кредит машину попробуем взять кредит машину и собственно я буду работать так там где-то заказы будут там падать там где-то свадьбу буду снимать хотя их стало намного меньше опять же люди боятся просто даже нанять меня на свадьбу на какой-то юбилей проще потому что ну как бы наверно на свадьбу приглашаются люди там с администрации а тут я до генконс союз снимаю и они думают что это их как-то компрометирует глазах администрации это их решение приобретаемую машину подали заявку волгоград без первоначального взноса там за бешеный процент в салоне там такую страшненькую она немножко главное чтобы ездил таксовала я думал там будут там 2000 где делать грязными деньгами там тысяч рублей под отклад на кредит ну а на жизнь будет хватает там где-то нет под 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 снимать видео проще в итоге мне хватило только три дня я только вот там мы сам пригнали машину только вот я ее от шаманил немножко до чтобы она более-менее ездила там на кредитную карту маме чтобы она более-менее ездила и вот начинается собственно видео с гаишниками два случая вы видели да то есть буквально три дня потаксовал и меня остановили остановили меня остановили я точно уверен что остановили по пилингу телефона потому как вы помните в конце в конце мая прошел чулон съезд и после чулон съезда нас ну по крайней мере меня ловили именно по телефон телефон отключая ухожу какой-то другой район города включая они тут же появляются там буквально через три-четыре минуты я не знаю почему именно савр инживиев на меня схватился не знаю потому что наверно молодой и мы сказали что очень быстро все получится давай держит дерзая вот он человек полицай до человек которым чьими руками продолжает выдавливать вот такое вот политически активное экономически активное население с республики на сегодняшний день у нас в республике практически нет никого готовых открыто говорить открыто прямо говорить в том числе я наверно да ну возможно они меня сломали даже не сломали на а вы вынуждает меня покинуть регион потому что на данный момент у меня уже будет пятеро детей за ними надо как-то следить у мне еще мама она не работает получать только пенсию поэтому придется уехать отсюда и естественно активничать я уже здесь не смогу и канал немножко заброшу ну думаю подожду до двадцать первого года как получится ну а дальше дальше больше собственно скорее всего я уверен что прав меня лишат прав меня лишат и остановок было две надо суда конечно там это будет не уголовное дело но остановок было 2 и наверно по двум не назначат штраф 60 тысяч рублей вчера мне позвонил позавчера мне позвонил следователи англиков потому что он к нему поступил материал дела от опять же инжиева савра за оскорбление оскорбление сотрудников полиции при исполнении что также несет штраф до 40 тысяч рублей то есть они делают все возможное чтобы финансово меня там поджечь и под подмять и я отсюда умотал ну вот как то так также один из знакомых у меня с первой супругой отношения не совсем хорошие один из знакомых в судебном приставе сказал суде среди судебных приставов сказал что она также тихоря подала заявление заявку на то что на неуплаты алиментов то есть там до ближайшем будущем я жду и оттуда суд и скорее всего и короче будет меня и поэтому фронтам короче прижимать я ни в коем случае не хочу чтобы это выглядело как жалоба потому что я знал куда иду что в девятнадцатом году когда получал штрафы за участие в митинге за и за прочее за прочее прочее я всегда говорю что это мое личное мнение это мой выбор я считаю что если молчать и ничего не делать так и будет все это тут беспредел происходить мы с вами покинем республику потому что по статистике за последние два там два с половиной месяца только в америку уехала 100 семей у нас калмыкия а это заметно потому что вы например да если вы житель республики вы можете спросить у себя у знакомых ближайших знакомых и уже точно знаете что вот за по крайне по крайней мере там три-четыре месяца кто-то из ваших знакомых уехал в америку через через мексику к слову об отъезде за границу штаты я например себя там не вижу но очень рад за тех людей которые перебрались туда живут там у них все получилось строят свои семьи благополучно но просто единственное что у меня просьба те кто только-только недавно уехал донесите пожалуйста до наших до наших земляков о той ситуации которая здесь происходит и чтобы они ну или как минимум могли там да как-то поддерживать пусть даже да морально где-то материально потому что например а я материальную помощь земляков из-за границы получал неоднократно пусть небольшая но она всегда меня выручала во время не привозили там и от кстати отдельный привет там дальнобойщиком из бруклина вот ребята они очень сильно меня поддерживали большое вам спасибо еще в девятнадцатом году я не против иммиграции но я например себя там не вижу есть еще такая вот блин штука как надежда и я надеюсь я надеюсь что все изменится я надеюсь что двадцать третьем году пройдут выборы народных урал и пройдут люди достойные достойные которые смогут изменить нынешнее положение дел потому что вот эти выборы выбрать 21 года показали что таких людей достаточно и я думаю 16 или 17 человек возможно будет собрать для большинства парламентаристского парламентского большинства и проводить очень такие но те те вопросы поднимать которые на самом деле сегодня важны и нужны на сегодняшний день все покидает родину может до лучших времен я уверен что они настанут изменения идут есть такая вот поговорка как самая темная ночь перед рассветом я думаю что этот как называется эту точку мы прошли самую темную и впереди только развития потому что даже наверное самые самые тугие самые тяжелые люди на сегодняшний день понимают что без взаимной помощи взаимовыручки невозможно существование не знаю дальнейшее существование нашей республики даже даже те кто сегодня находится власти то есть они многие которые приехали сюда как в качестве варягов как их называют они быстро покинут свои посты и уйдут дальше по лестнице ну а нам с вами здесь жить и решать наши проблемы насущие поэтому еще раз хотел да вот тем кто присоединился хотел рассказать о том деле на котором я дадут ролик который вышел степных санитаров такие даже не знаешь как их этих людей назвать я даже не знаю то есть очень безобразные люди для которых нет ничего святого калмыкии безработный блогер максим цеденов баллотировавшийся в депутаты элистинского городского собрания был остановлен сотрудниками дпс блогер ранее судимый за изготовление и распространение порнографических материалов состояние водителя вызвало подозрение ему было предложено пройти медосвидетельствование от которого он отказался на тебе чё лычка сверху упадет на на погоны дружище вот ты мне скажи что с тобой будет плюс за то что меня остановил там не часто будет а ничего не я не о чем не говорю они не так и есть у меня начинаешь мультики придумывать нормальные ребята всегда отпускали а ты видишь ты ты отрабатываешь свои деньги красавчик да отказываюсь и дальше потом приду отказался блогер от медосвидетельствование несмотря на то что это повлечет лишение его водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей это кстати не первый раз когда блогер отказался от освидетельствования меня обвиняют в изготовлении женской женской детской порнографии хотел вам показать решение суда но к сожалению я куда-то его дел и найти не могу где написано что у меня было видео прокате изъято три видеодиска с названиями что там любовный париж таких даже фильмов название не бывает не существует это вот следователь или человек который возбуждал на меня дело вокруг он там сгад головы просто придумал таких фильмов даже не что или может возможно диски там были но я уверен я знаю точно я могу там по поклясться и у меня работали сотрудниками сотрудниками помощниками школьники из там 142 дома на колыкал наклыка вообще ребята 101 помогали за небольшую там оплату они там следили за этим то есть у нас было принципиально мы продавали только давали прокат только игровые диски а а также фильмы ничего такого порнографически содержавшегося ничего не было но вот видимо этому сотруднику нужно было что-то получить он получил это но в дальнейшем он помогал нам как бы говорят конечно крышевал это тяжело сказать он помогал нам отбивался от дальнейших нападков также там приходил брал нас диски бесплатно и собственно мы с ним сжились познакомились и прочее 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 я даже не знал что такая ситуация может вылиться и когда-то меня обвинят в изготовлении диска порнографии или вообще порнографии изготовление порнографии на тот момент на 2006 год я даже не видел себя видеооператором на то есть очень далеко и было фотоаппарата я съемками начался начал заниматься где-то в десятом году может быть в одиннадцать десятом году снимать начал свадьбы я был сначала фотографом там тщине года и только после этого я взял камеру уже стал снимать видео собственно для чего я снимаю это видео уважаемые друзья вот как вы видели как как все это делается не прошу вас не молчать если с вами произошла какая-то несправедливость не ждите вы не думаете что вы одни поддерживаете друг друга вот как например на примере троицкого где проблемы со свалкой где проблемы с с канализацией после придания это общественности когда все вышло на на люди все это дело быстро на закрутилась и возможно там сдвинулся мертвой . поэтому все у наших руках деньги на самом деле не решают все общими усилиями вместе мы с вами продвинемся и я думаю что прекрасная калмыкия будущего она существует и все у нас будет ну и опять же тем кто еще думают уехать не уехать вы можете приложить ровно с такие же усилия здесь в городе здесь вернее город здесь камыки и создать такие же условия которые есть там например у них да то есть зачем ехать и пользоваться демократическими благами где-то там в америке если можно сделать все здесь но опять же это нужно сделать все вместе потому что многие последнее время мне очень много людей звонят и там давай сделаем так давай сделаем это вернее давай сделай так и сделает ну то есть моими руками что-то хотя сделать поэтому я например заручился таких вот вещей после эфира с кикеновым который так и не пришел на эфир где меня обвинили не знаю там в бытилячестве сказали что вот ты вообще такой ты уже ничего не шаришь на тебе нужно это ну в общем очень много и на комментарии в интернете я не обращаю внимание потому что это могут быть фейки и боты но вот личные люди личное мнение людей для меня было очень важно и я от многих знакомых услышал вот такие вот вещи что ты там было на самом деле себя очень ведешь некрасиво я собственно остановился и думаю если есть проблемы у людей я готов только стать рядом но ни в коем случае не быть там да какие-то там паровозом и решать все за кикенов так и не пришел на вы на на интервью и собственно получается никто не выложил не видео никто не написал заявление о том что происходит у нас в красной зоне что люди ходят там в туалет и и прочее прочее значит я подумал что ну значит те те бросые о которых говорили мне о которых говорили мне все это было на самом деле как у них там все нормально все хорошо и ничего не страшно то есть люди которые говорили что с ними поступили несправедливо но при этом прячутся прячутся за спиной мне совок не нужен на самом деле мне интересно калмыкия я например себя не ощущаю я и в университетское время не смог уехать за пределы города за пределы республики и сейчас я не горю желанием очень тяжело и по не осознавать то что мне нужно уехать потому что если я останусь я думаю меня ближайшее время посадят найти причину они найдут как вы видите заявление на меня саврик написал все на негативе мне доска позору и там и послушной калмыкии и проще такие мне нравится да я больше старался на позитиве и все что я делал относительно политики и все мои действия которые были под пинтова в течение вот этих вот выборов девятнадцатого года двадцать первого года все это было моё личное мнение это мой личный выбор я считал что и я считаю продолжаю считать что люди проснутся у нас и смогут изменить много что суд мы перенесли на 20 число но я опять же говорю по суду меня по-любому оштрафуют потому что у нас вы знаете телефонные провода как позвонили так будет но мы стараемся там попить кружки тоже там до переносим суд чтобы суд это был не просто тогда знать я пришел мне назначили все нет там взываем того же самого сам сотрудников полиции и прочих для того чтобы они поняли да куда мы идем орлан орлан начни новую жизнь чистого листа ну как бы как я могу начать новую жизнь с чистого листа мне как бы и старое нравится если честно единственное что проблемы только с нынешнюю властью я например всегда считал что политические предпочтения у человека политические предпочтения у человека это знаете такая вещь как вот религия если например вы мусульманин а я буддист и из-за того что я буддист вы не нанимаете меня на работу или относитесь ко мне как-то с предвзятым отношением или допустим я черный или я там азиат если у вас есть такие стереотипы то так как фашизм я например сторонник вот таких вот политических взглядов вы и других но это не должно делать нас врагом врагами до друг друга я считаю что вот как то так и поэтому людям советую или как не советую лучше разбираться на еще работу на х х еще работу в качестве оператора больших студиях качестве монтажера больших студиях и собственно хочу посмотреть как работают большие студии и приехать уже создавать свою собственную студию там создавать собственную студию но находясь там в других регионах я думаю это будет намного проще потому что если я останусь опять же я думаю что меня посадят по поводу сделаю выпуска имущества родственников бывших глав республик и так далее то есть я уже не в первый раз говорю о том что важно сегодня профессионалы не работают термин профессионал говорит о том что человек работает за деньги на то есть все остальные все выпуски до этого и многое что я делал на собственных там до собственные инициативы собственного там пожелание это все что я хотел то и делал если делать хорошие журналистские расследования за них нужно платить либо нанимать журналиста на постоянную работу который будет подготавливать работу материал будет копошиться который не вот как вот например она занимается там один делал один фильм делает очень трех месяцев там четырех месяцев но у него есть на это там да люди средства и прочее прочее сегодняшний день я не имею возможности оплатить даже например проезд иногда себе иногда вот получая донаты большое спасибо вам кстати уважаемые друзья подписчики получая донаты вот там да где-то кредит закрывают где-то там кушать и покупает пока я за существую примерно на вот такие вот вещи и поэтому когда в комментариях пишут что вот ты стал делать что-то хуже или ты там лучше сделай это или расскажи об этом то есть это конечно все классно я все понимаю что это очень нужно но если это делать профессионально на это нужны деньги и средства вот собственно я понимаю что для этого принципе я и уезжаю для того чтобы заработать какие деньги и создать собственную команду и нанять работников если например не получится среди калмыков которые не боятся там определенных вещей то за хорошую плату любой хороший журналист может приехать и работать у нас здесь в калмыкии как например я уезжаю и еду работать где-то в москве вот как то так поэтому средств на создание роликов более хорошего качества у меня нет материалы я использую те которые уже есть у журналистов поэтому я наверное скорее всего просто воздух дублирую и знакомлю с теми новостями которые например вы получаете меня с ютуба хотя можете например пойти по по потом по телеграм-каналам там по агрегаторам новостей и посмотреть все эти новости сами почитать я делал просто это делать чуть чуть проще для вас ну и все собственно пока 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 вот мне хватает только на такие вот вещи ну и борьба с с небольшими проблемами еще раз говорю уеду но скорее всего не в японию в японию еще тяжелее чем в америку упасть я пойду если поэтому наверное монголию и пока у меня есть надежда надежда на изменения нынешняя власть просидит до девятнадцатого года до двадцать третьего года урал по крайней мере потом выборы в главы но опять же обнулены сюда но выборы в главы вы слышали данного новые новое новое когда называется новый закон вышел что где обнулили губернаторов но это больше наверно для тех больших нашему это не грозит санал нам сыр цирен у всех свои проблемы на самом деле вы думаете что только меня одного гасят скорее всего всех гасят у всех есть сложности у всех есть трудности и каждый бьется с ними и борется с ними сам потому что опять же еще раз я говорю что мы шли это мы шли на это добровольно не получая никаких денег и единственная наша цель была именно возбудить разбудить людей чтобы они интересовались политикой своего региона но время время меняется я считаю что ценности тоже меняются когда-то был если ты у тебя есть автомобиль там большой огромный дом и куча денег ты был крут на сегодняшний день время меняется собственно что что наверное хорошо наша молодежь на мне кажется она более духовная выше нас в этом плане и поэтому все будет впереди каким ты видишь будущее рк но я например вижу будущее единственный выход это в парламент хурал нынешний наш хурал пока еще есть такая возможность зайдут люди на следующих выборах люди для которых финансовые интересы ниже их личных не интересов именно честь которые будут выбраны людьми которые будут чувствовать ответственность за определенные вот вещи и собственно они уже в свою очередь будут изменять нашу команде потому что эти люди будут представлены определенными определенными группами наших людей то есть было бы вообще в идеале чтобы один один депутат от одного района в районе потому что люди знают своих людей знают на что на что способен например тот или иной человек да то есть мы когда будем направлять урал того к этому все ну в общем к этому я и веду то есть только так народовластия в прямой и манере свободные люди в сша ну пускай едут я говорю еще раз я например вижу себя только дома я не вижу себя других регионов но на сегодняшний день опять же мои силы моих возможностей хватает хватает именно на сегодня да на сегодня я могу сказать что я никуда не уеду пока еще готов там да как-то бороться хит определенно опять же я для себя решил что интереснее наверное работать с молодежью интереснее воспитывать в людях вот этого чувства свободы которые вы говорите и тогда они придя за нами смогут все изменить приходите к нам на канал участвуйте говорите смело и возможно у вас получится под создать политический кейс так что все кто хочет за границу обращайтесь поможем мой кумир это илон маск человек для которого нет вообще никаких границ то есть да для него нет национальности нет нет границу таких территориальных он давно уже живет в любом мире я например то очень рад и буду рад на прорезли среди нашей молодежи появится когда-нибудь такой человек который сможет толкнуть много чего вперед очень надеюсь что мне получилось удалось вам объяснить или там рассказать или поделиться своими эмоциями большого спасибо за поддержку продолжаем дальше и может кто знает кому нужен оператор в москве там либо в другом городе с хорошей оплатой посоветуйте меня всего-всего доброго всем бедным